Волна уличных протестов по всему Востоку к дипмиссиям Израиля, США и Франции пришли тысячи возмущенных людей после атаки на больницу в секторе Газа вечером 17 октября. По оценкам местного Минздрава из-за удара по христианской больнице Аляхли погиб 471 человек. Больница это полтора ста лет, это в Газе единственный христианский госпиталь под управлением церкви Англии. В ней и рядом находилось множество мирных людей, в том числе дети. На утренних кадрах с места атаки видны и помещения церкви. После атаки сотни раненых развезли по другим больницам, а Израиль, который уже давно бомбит Газу, обвинили в военном преступлении. На протесте в Стамбуле штурмовали израильское консульство и громили Макдональдс. В Иордании посольство чуть не подожгли. К военной базе США Кючерик в Турции пришли толпы недовольных. В Беруте на посольстве Франции закрепили палестинские флаги. В Иордании протесты продолжились и днем. Митинги не только в окрестных странах, также в Испании, Германии. В Москве к палестинскому посольству несут цветы. Удар по больнице с сотнями погибших мирных жителей – это то, за что никто не хочет отвечать. Поэтому сразу же началось. Израиль сказал, что палестинцы обстреливают себя сами. Но это мы слышали много раз от политукраинцев про Донбасс. Это уже клиника. То, значит, это была запущенная по израильскому городу ракета, которая упала на больницу. Но поскольку мощности ракет из газа куда меньше, то добавили, что у больницы был склад боеприпасов. Он, мол, и рванул. На видео так не скажешь. Показывали еще это видео. Потом писали, что оно якобы прошлогоднее. Многие, кстати, сомневаются, откуда такие цифры погибших на небольшой, в общем-то, территории. Но понятно, что когда город нещадно бомбят, в больнице, во-первых, много раненых. Во-вторых, людей, которые лишены крыши над головой. Так что столпотворение вполне вероятно. Израиль публикует якобы перехват радиопереговоров, из которого должно следовать, что другое движение, палестинский исламский джихад, неудачно запустило ракету, которая и поразила эту больницу. Похожих радиоперехватов мы слышали ни на одну Санта-Барбару. При этом любопытно, что ни на кадрах на следующий день, ни на аэроснимках руин не видно. Да, сгорели машины на парковке, пострадали здания, не больше. При этом палестинцы говорят об авиабомбе. Израиль отвечает, что большой воронки на их аэрофотоснимках не видно. Им ответ, а как же бомба GBU-32? Вот как она взрывается без воронки. Фальстарт одного из активных спикеров тоже многие заметили. Он накануне сообщил об ударе Израиля будто бы под террористом в больнице в Газе. Разумеется, потом пришлось от этих слов отказываться. После теракта в больнице советник израильского премьера Марк Регов в прямом эфире британского телеканала наговорил вот такого. Сколько домов, сколько гражданских зданий вы разрушили в Газе? Это не наша цель. Не наша цель. То, что вы сказали, неверно. Мы не нападаем на гражданские объекты. Так что это за здания в приграничных районах, которые я видел своими собственными глазами? Это цели Хамаса. Что все здания, наша цель, это опорные пункты Хамаса. В общем, куда попал, там и Хамас. Глаза, божья роса, вот это вот все. Кстати, из этого эфира умудрились сделать фейк. Мол, этот дипломат заявляет, что в Газе нет мирного населения. Но прямо он говорит совсем другое. Про гражданское общество и контекст там другой. Мол, в Газе все подчиняются Хамасу и ничего против сказать не могут. Но, судя по всему остальному, что он наговорил, он вполне вероятно так сам и думает. Вообще в этой ситуации хуже всего то, что нельзя провести объективное расследование. Никто не заинтересован выяснять правду. Каждый свое говорит. Еще подозрительно, что вызвавший бурю удар по гражданскому объекту произошел как раз накануне прилета президента США Байдена. Не менее подозрительно, чем внезапно неработающие израильские системы охраны перед нападением Хамаса. В Иорданию, где должна была состояться встреча с региональными лидерами, Байден не полетел. Он прилетел в Израиль. Тем более после удара по больнице встречаться с военным спонсором Израиля не захотел глава Палестины Махмуд Аббас. Я был глубоко опечаленно возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе, основываясь на том, что я видел впечатление такое, что это было сделано другой командой, не вами. Но многие люди не уверены в этом. Слышали, да? Не удар ракеты, не бомбардировка, а взрыв. Не, ну вы что хотели, чтобы он обвинил своего вассала, которому поставляет авиабомбы, в военном преступлении, что ли? Жаль, что текст подсказок, который он показал камере, слишком мелкий. Не видно, что ему написали для этого случая. Россия расценила все это как акт расчеловечивания. Но Владимир Путин рассчитывает, что произошедшее сподвигнет в стороны остановить конфликт. Я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае, нужно сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров. Он добавил также, что Россия выступает за создание самостоятельного государства Палестина, со столицей в Восточном Иерусалиме. Международное сообщество говорит об этом давно, начиная с 1948 года, когда была поставлена такая задача создать два независимых суверенного государства. Не знаю, будет ли этот сегодняшний кризис способствовать решению этой задачи. Но если бы это было так, это было бы правильно, потому что это создало бы условия для возможного будущего мира на длительную историческую перспективу. Чем бы это ни закончилось, но главное, и Цахал, и Хамас за 10 дней успели снова показать, что не просто воюют, а еще и занимаются обычным геноцидом. Под красивые слова.